Недавно воспитанники Дмитровского военно-патриотического клуба «Юный разведчик» вернулись с Бородинского поля. Две недели ребята проходили большую образовательную и военно-спортивную программу на территории детского лагеря под Можайском. Дети хорошие. Кто-то спортом занимается, кто-то любознателен в истории. Здесь мы не делаем профессионалов, в чем-то нет. Мы, еще раз, мы даем потрогать историю руками. И дети посещают у нас музей Бородинский государственный, ходят по военно-историческим маршрутам, узнают, где стояла французская армия, где располагались русские войска, ставка Кутузова. В общем, одно дело историю по книгам учить, и другое дело уже непосредственно, скажем так, ногами идти в сопровождение опытных гидов, экскурсоводов по исторической земле. За время нахождения в военно-историческом лагере наши ребята отточили навыки спецподготовки, высотной и огневой подготовки, проходили полосы препятствий, отрабатывали навыки тактической медицины и выживания. А также участники соревнований углубленно изучили историю двух отечественных войн 1812 и 41-45 годов 20 века. Четыре интерактивные исторические площадки – РКК, немецкая армия, французская армия и Древняя Русь – предоставили ребятам возможность познакомиться с бытом и вооружением армий тех исторических эпох. – Впервые в таком лагере или уже был? – Впервые. – Как впечатления? – Хорошие. – Что нравится вам, что запоминается? – Что мы делаем, стреляем. – Расскажи, что ты делал эти дни? – Стрелял, разбирали автоматы, дискотека вчера была. – А как кормят? – Нормально. – Чем? – На обед суп, второе, на завтрак каша, на полдник сладкое что-то, а на ужин по-разному. – А сейчас, в этом году, как-то программа изменилась? Сложнее стало? – Да, программа стала намного насыщеннее, добавилось очень много интересных элементов. Опять же, сказывается на то, что лагерь растет, растет и по своим масштабам, привлекает 43 региона, если я не ошибаюсь, в этом году присутствует здесь, это полторы тысячи детей. И, соответственно, программы усложнены, в этом году присутствуют три точки реконструкционные, это будет 1941 года, войны 1812 года и современных локальных конфликтов. Дети будут проходить исторические квесты, изучать историю боевых действий, ну и специальная подготовка, которая будет проходить, это альпинистская подготовка, огневая подготовка, вместе с ней разведливая подготовка и навыки выживания. Ну и также пинбол, стройбол их ждет. Здесь у вас занятие, тактика, специальная подготовка, штурм, зачистка здания преступников, бандитов, террористов. За время лагеря ребятам удалось пообщаться с тремя героями России – Вячеславом Воробьевым, Игорем Задорожным и Сергеем Юшковым. История каждого героя уникально обосвоена. За две недели ребята побывали кавалеристами, артиллеристами, пехотинцами русской армии образца начала 19 века, солдатами доблестной рабочей крестьянской Красной Армии образца 40-х годов 20 века. И, конечно же, примерили на себя тяжесть внесения службы в войсках специального назначения современной России. Мне нравятся бои. И еще мне сегодня понравилось, как мы ходили в музей и квест проходили. Как вы считаете, какой выхлоп от этих мероприятий? Что получено, ребята? Ну, во-первых, это общение среди своих сверстников и ребят с других регионов и районов. Во-вторых, тут две недели идет углубленного воспитательного процесса. Ну, от дома, да, как бы дети уезжают от семьи, от мамы, от папы. Вот, инструктора с ними занимаются каждый день вплотную. Поэтому воспитательный процесс как и физический, так и нравственный каждый день присутствует. Поэтому в любом случае здоровый образ жизни, здоровая нация, здоровое общество. Любой целлофановый пакет, куртка не промокающая, одели рука в себе на руку, то есть обезопасили от его крови, его выделения. Военно-патриотический проект «Бородино-2019» реализован благотворительным фондом «Ратники Отечества». В каждой смене принимают участие около полутора тысяч подростков из самых различных регионов страны, от Калининграда до Владивостока. Дети ветеранов и действующих сотрудников Росгвардии, кадеты, воспитанники военно-патриотических клубов и поисковых отрядов, подростки из многодетных и малообеспеченных семей на две недели стали настоящими «Ратниками». Участие дмитровских ребят в общероссийском военно-историческом лагере «Бородино-2019» можно назвать очень успешным. По итогам всех соревнований команда Дмитровского клуба «Юный разведчик» вошла в тройку призеров, заняв третье место из 24 команд в общекомандном зачете.